тема наставников наставничество последнее время в инстаграме вижу много роликов что начали гуру говорить слух если бы у меня был наставник моя жизнь сложилась бы по-другому если бы вот то все институт наставничества вот есть гуру который ведет а вы все его внимательно слушайте он авторитет он вам рассказывает как правильно жить я когда смотрю эти ролики причем наставники уже сами активно себя рекламируют рассказывают о том что надо быть благодарным наставнику ученик должен быть при учителе не должен никуда отходить от него помогать там это та 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 там целая теория уже есть и в фейсбуке тоже самое мне как-то на последнее время начали попадаться ролики и ты знаешь я начала зависать на этой мысли потому что видишь какой какой парадокс с одной стороны в моей жизни наставник сыграл большую роль да и не один их было много да и я им всем благодарна но при этом если бы я зависла хотя бы на одном человеке который вот послужил наставник это указатель куда идти это дорожный знак если бы я зависла на дорожном знаке и села бы мой дорожный знак на москву вон туда и продолжала висеть на этом столбе да то я бы не развелась вот оно противоречие с одной стороны указатель тебе помогает и говорит иди туда но ты бери иди и не делай из этого столба что-то супер важное просто будь благодарен не зависаем не зависай на столбе наставник это дорожный столб вот через равно надо ставить я не могу вот слово наставник не режет по ушам ты произносишь у меня режет и режет как только произносится наставник сразу появляется по мне это кумир эго это все пошла гордыня пошло вот если вот это слово наставник я не могу сушить на самом деле смотри на самом деле если человек приходит на самом деле на самом деле если человек обращается к человеку да он считает что он здесь может получить какой-то совет для себя и вот он его получает но при этом тот же человек которому он обратился назови его наставник учитель он ведь тоже получает опыт да то есть здесь по мне здесь на равных а у нас принято всегда вот так в одну сторону в одну сторону а здесь на самом деле на равных обе стороны получают что-то для себя просто необходимое потому что тот человек не был бы наставником в этой роли да не был бы если бы в нем не было роли самая роль в роли до роли на эту роль да да то есть и когда вот эти слова начинают произноситься именно я наставник но тут как-то сразу меня у меня сразу его его это ролевая игра где в основе игры лежит проработка лести и лжи вот вот лезь и ложь с одной стороны с другой стороны еще и гордыня да вот такая другие не могут здесь возникла возникать ничего даже воду в библии возьми да не создайся кумира я я не понимал а сейчас я четко понимаю суть этого да вот она вот она разрушает сразу все это разрушается наставник это сразу разрушение но когда тебе нужна информация когда тебе нужна подсказка до учитель школе приходит учитель ты благодарен учителю ты вспоминаешь его иногда с цветами до придешь там в назначенный день вот школьный учитель он помог тебе развиться но у тебя отношение к нему ровно такое же как дорожному указателю он тебе показал направление движения дать да кстати об учителях та же история я вот лично мое мнение смотри вот почувствуй дети учатся и учителя у них есть да как принято в школах я учитель а вы вы все должны меня слушать как только преподаватель начинает детьми разговаривать на уровне на равных на равных сразу выстраиваются все отношения с учителем учить учеников и ученику учеников с учителем да и дети идут на урок с удовольствием и этот учитель будет по любому в интересе в своем то есть он действительно будет преподаватель но у нас принято давить давить у меня недавно совсем вот дочка моя рассказала говорит была на олимпиаде по моему и там были дети пятиклассники и ну разных классов были уровня и вот она десятиклассница и были пятиклассницы писали и значит преподаватель раздает листики чтобы запал заполнили все раздала заполнили как там сначала там фамилия имя вот да и потом значит она говорит начинает подходить на смотреть к мальчику подходит а он ну допустим там написал фамилию имя а надо было имя фамилию то есть и она как начала ты тупой как начала его давить тут плакать начал да а лер моя дочка смотрит у меня то же самое но говорит ладно пусть говорит только на меня покричит смотри там пятиклассник 10 10 классник она подходит мой ты неправильно на тебе листик перепиши все вот смотри вот смотри а тот мальчик сидел и мало того его одноклассники стали высмеивать его потому что учитель сказал ты тупой представляешь а снова в деле создал купер кто тупой мало того а потом как оказалось учитель сама неправильно за по дала что-то или заполнила им тоже и ей пришлось полностью все переписывать сама учитель вот пожалуйста потом и она говорит краснела от этого ну она шепот приобретала на этом и при этом сама же раскачала вот эти качели с ребенком и травму сделала равного делала то есть это вот качели как только ты не на равных свет бога должен видеть свет бога да когда равенство не создается игра идет взаимодействие и благодарность игра прошла и завершилась в любви она да она сразу сворачивается в любви в тепле в искренность в искренность вот вот она тогда тогда все взаимодействия идут через искренность да но как только ты устраиваешь качели выше ниже ты прорабатываешь лезь слож а ты прорабатываешь гордыню а если рассмотреть корни гордыни помнишь как мы с тобой ходили рассматривали какой-то раз саморазрушающий механизм это вообще просто мы пока на эту тему не не выдавали еще даже курсов на самом деле гордыни это вообще это разнос это разнос психики у человека и на ней очень много чего рождается но вот это качельки игровые качельки и поэтому наставник далеко подумай прежде чем себе присваивать это смотри я много лет была организатором да мало того что он дал кстати были знакомые там когда кому я искренне благодарна даже кому благодарности в книгах писала но и поездки кому там были разные гуру шаманы там и так далее суфи у меня были люди тренера которые приезжали и вот те люди с кем были вот такие вот качели с ними сейчас дистанция но благодарностью выровнялись качели через благодарность а там где качели были большие то я посмотрела что многие ушли в разнос разнесло очень многие ушли в разнос то есть вот даже если посмотреть люди с кем я работала по списку да и как сложилась жизнь потом может по-другому очень большое количество людей ушло просто в разнос потому что не было благодарности просто не было благодарности я смотрела то есть они нашли это здесь не нашли того кто их научит значит они нашли в другом месте хотя у них был были хорошие точки для старта вот она поэтому все что касается наставничества верни мне авторитета в себя ты авторитет ты бог ты свет и дальше ты осознанно выбираешь этот человек может с тобой поделиться информацией он с тобой поделился ты ему благодарен поблагодари его за это если у тебя есть что ему дать да ему поделись с ним все и дальше игра завершена через благодарность пошли дальше и тогда каждый наставник это дорожный указатель это временный дорожный столб и ты для кого-то являешься таким же дорожным указателем тебе пишет человек у меня такая такая проблема иди вон туда и занимайся тем все тебе там помогут или ты там сам найдешь ответ на свой вопрос и ты тоже побыл указателем для человека и нету никаких наставников есть боги есть боги есть свет и есть равные отношения да это по сути наставника можно назвать любого человека с которым ты общаешься то есть потому что любой человек любой человек до неважно у тебя с ним какие отношения там приятные неприятные он по-любому для тебя является наставником точно так же как и ты но это угру любой представитель коллективно любой представитель для тебя коллективного будет для тебя наставник да ну и одновременно ты для него будешь для него наставником однозначно вообще просто это равенство боги и и другой момент если ты осознаешь и благодаришь одна тема другая тема провожая на гордыне и налезть да как приятно назвать себя наставником как приятно назвать себя гуру этого вконтакте мне недавно прислали наталья будьте моим наставником и я так читаю аллах подаст понимаешь вот они качели да 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 и предложение предложение игры на себя на пьедестал все рально как только ты ушла с воздушной подушки уже не на воде ты уже надо ты унеслась ты унеслась то что мы вчера на практикуми давали ты падаешь в воду и все и тебя сожрет коллективной не даже твоей индивидуальности и у человека есть живой пример на подбору под но и сухарю сурсус христос вон библейские вот просто вот как иисус христос свалился в воду ты будешь богом и ты будешь служить и зафиксировали это крещение все все ты свалился в коллективу ты ушел от себя тебя распяли тебя возвели на на тебя возвели на пьедестал и согласился все и распяли да а с пьедесталом вообще получается и болезни очень много связано вот даже та же самая депрессия что мы рассматривали и потом последствия вот этих завалов в состоянии отказа от жизни замечу не ценности жизни и так далее да с пьедесталом я хотел на сцену вас вознестись да а мне не пабло не поаплодировали все ушел то есть два пути либо ты стал кумиром либо ты создал кумира это два пути в ад все будь самим собой единственный путь когда ты действительно не было разочарование чтобы не было да именно не было разочарование распыление себя оставайся самим с вами оставайся самим собой и тогда все люди люди для тебя лишь дорожные знаки и ты сам всегда благодарна решишь под какой дорожный знак тебе принести потому что именно благодаря этим людям ты можешь видеть куда тебе куда ты движешься и куда тебе лучше идти да вот это же на самом деле это и каждый раз благодарит ладо же не на прямо в моменте здесь сейчас он существует у тебя моменте здесь и сейчас так и благодари искренне честно благодари его за то что он открыто и помогает себе информационно и ты знаешь куда идти благодаря ему но ни в коем случае дорожные знаки нельзя называть своими наставниками это группа бах тебя человек вдруг вызвал в тебе злость или агрессию вот прям вызвал казалось бы да вызвал человек раздражение в тебе возникает злость как благодарны блин да благодаря этому человеку ты в себе почувствовал что у тебя была подавленная злость она в тебе копилась уже а благодаря этому человеку ты бомб ты увидел это и можешь ты можешь осознать и очиститься и тогда какая благодарность этому человеку да все а так прикинь злость агрессия носит человек до подавляет не уже все я уже не помню ничего да уже про прожито ладно дальше живет опять там где-то раздразил опять раздраконился обозлился опять раз накопил и придавил наш как проглотил а он уж не вы не выходит ты кушаешь а в тебе это все закладывается это в камень в камень а потом где-то слабенькое место и тогда знаешь какая фраза может возникнуть такой был хороший человек а вот заболел и все ну так вот вот он может быть хорошим человеком но он злость в себе вот эту вот агрессию или ненависть то есть отрицательное чувство или вина или там подавлял себе да по-любому он разрушал себе тем что он не очищал себя не выходил в благодарность он в себе копил я хороший я не покажу но видишь вот этот эффект накапливания в себе у людей он связан с тем что человек либо хороший либо плохой либо добрый либо оценка и занятие крайнего положения на краю вода качели но он не здесь да он не является самим собой и вот эти крайние положение дальше от тем качели качели да и они они сильнее раскачиваются у них меньше срок жизни до службы да а когда ты в центре ты являешься самим собой качели не стоят они вечно стоять на нету крыльев прошлое будущее есть момент здесь и сейчас парадокс и ты летишь до парадокс парадокс нет нету крыльев прошлого и будущего но ты дальше летишь но скорее лишь да ты знаешь что ты бесконечен что у тебя есть завтрашний день и тебя есть вчерашний день у тебя есть следующая жизнь и у тебя было жить то есть ты ли вылетишь ты свободен но при этом нету вот это нету вот это а у кого вот эти вот качели у того очень быстро ресурс валите плохой ты хороший я плохой то я хорошие на все потому что давится в себе и все через подавленную злость через неосознанно людей не учат чистить психи психика детей надо учить психику чистить при а самом деле учить детей несложно я могу это по своему ярославу сказать когда ты идешь утром там с ним гимназию разговариваешь днем разговариваешь ты просто учи благодарить учи замечать свои эмоции учи управлять своими состояниями по слову здесь заметь здесь за медицин дети очень быстро учатся но самое главное для них это нормально вот это управление для них это нормально и они уже с ним вырастают и они будут управлять своей жизнью точно так же как сегодня слово ехали в машине и вспоминали интерес к машинам и интерес вот к жизни мы тогда это делали неосознанно но мы реально у него пробудили такой интерес заводной интерес и он рассказывал как мы даем чуть-чуть остальное нельзя но если вы растешь сам дадим чуть-чуть остальной нельзя остальное вырастешь сам И когда звучало Ну вот нельзя, так не делают Так не делают Интерес, я так сделаю Интерес, я так сделаю Я знаю, что я сама такая же Все вот эти вот такие управляемые ограничения Казалось бы, ограничения Они служили развитию интереса И потом ребенок шел в кружок технического творчества Учился водить машину так Гонки, значит гонки Вот это вот шло наращивание интереса Потому что он понимал Родители вот столько дали А вот дальше сам, когда вырастешь Потому что вот сейчас нельзя Сейчас вот не готов он еще это воспринимать И потом это все прорвало просто в струю интереса Который, да, наверное распылен Где-то я понимаю, что мы не дали единого интереса Да, когда Но это он еще нащупает сам Но мы же это тоже неосознанно сделали А сейчас я понимаю, внук растет Он уже будет по-другому идти У нас же москов больше 100 Да, так оно и есть На самом деле Уже все, свет пришел У меня старшая дочка и младшая отличаются очень сильно Потому что мы тоже развиваемся И мы тоже по-другому уже воспитываем детей И надо развиваться И надо и школьные программы менять и так далее Кстати, сейчас школьная программа мне не очень нравится Потому что вот ребенок два месяца не был в школе И он программу практически пришел и он ее знает Не пропустил Не пропустил Как такое может быть? Сейчас вообще настолько на самом деле С этим делом нехорошая штука происходит Со школьной программой Она деградирует И интерес настолько исчез у учителей и у детей Именно из-за того, что деградирует школьная программа И тот, кто хочет Кому, казалось бы, это очень нравится Он от этого прям поет Учитель от Бога, да? А он идет туда, где деньги Допустим, там в бухгалтерию куда-то Все, вот оно И очень много сейчас ненужных специальностей Где люди просто висят Тупо тратя бюджетные деньги Просто тупо они их не отрабатывают Сейчас очень много таких специальностей Где человек отсиживает жизнь Паразиты Да, паразиты Где бы пристроиться? Вот этих паразитов Если все-таки смотреть с точки зрения экономики Они должны производить Они должны работать Они должны создавать Иначе никакие пенсионные фонды Никто не выведет такое количество Никакие налоги не вывезут такое количество паразитов Общество сейчас паразитарно И это надо менять А в садиках тоже сейчас с воспитателями сложно очень А все изменения начинаются с возвращения ответственности человеку Ты переходишь в неположенном месте Заплати штраф Ты виноват Ты бросился под колеса Не водитель отвечает и платит тебе за увечья Не может Ну и что, что он водитель является владельцем Ты на дорогу вышел, ты думай Владельцем средства, которые небезопасны Получается, ты все равно Как бы там, что бы ни случилось Ты оплачиваешь увечья человеку Нифига, ты бросился Будь инвалидом за свой счет Еще по инвалидности не платила Думай головой Это та же позиция И та сторона, и та сторона должны думать И, как правило, водители именно думают больше Гораздо больше Чем пешеход Когда я вижу видео, когда мать выталкивает коляску под колеса с ребенком Потом гибнет ребенок Я на дороге А чем ты думаешь? Тебе так ребенок дорого? Да, да, да Зачем ты толкнула коляску под колеса? Там же тоже человек едет, у него скорость другая Да, он где-то притормажет, но где-то может быть Это же человеческий фактор То есть и та сторона, и та сторона должны учитывать На дороге, значит, смотри А нет, пешеход именно идет с позиции вот этой, знаешь, короля таком Я на дороге, мне все уступите, вы должны В жизни был случай, когда я ехала, у меня скорость, наверное, была километров 30 в час И там лежачие полицейские Я езжу всегда аккуратно, и я начинаю тормозить А был очень сильный гололед Настолько сильный, что я слышу, что у меня работают все системы безопасности в машине А машина почти не меняет скорость То есть ее просто несет И я начинаю, у меня время позволяет еще Я начинаю сигналить, пешеходы по краям, да Я начинаю сигналить, я не могу остановить машину Более того, там АБС работало, она же слышно, как она работает Как она щелкает, строчит, да У меня строчит этот АБС, и машина продолжает двигаться И в это время мать выпихивает мне ребенка под колеса Десятилетнего У меня машина зацепилась за асфальт и остановилась Ты знаешь, мне хотелось выйти, подойти и побить Да, к этой матери То есть это реально Где твои мозги вообще? Где твои мозги, что ты делаешь? Тебе даже сигналят, машина не может остановиться Тебе сигналят Все, время как будто в замедленной съемке было Но ведь не просто так машина сигналит Но вот обратите внимание, да Нет, вот тупо будут как Тупо выпихнул, мне должны И конкретно его под колеса я остановилась тогда Но у меня все, у меня внутри все опустилось Думаю, блин, я бы конкретно забрала этого ребенка из этой семьи И вот после этого поговорим об ответственности водителя И об ответственности родителей Да, да И кто в этой ситуации виноват? Вот там-то и дело Вот, это про любовь к детям И про все Ответственность надо вернуть людям Толкнула ребенка под колеса Несешь ответственность Мало того, что ты будешь страдать Ты еще инвалида будешь растить Я после этого Ну, я еще перед этим повесила регистраторы у себя У меня все время видео снимается Потому что вот эти вещи, они очень показательны Вообще Я бы за это ради цельских прав лишала На самом же деле лучше себя так защитить от баранов Вообще головой не думают Страшно Я помню, у меня на перекрестке тоже несла машина Несла прям машина Вот гололед такой, а перекресток большой Такой широкий дороги, большой И меня несет А я не могу затормозить И я точно так же Вот прям меня выносит А уже давно красный, да? И там машина начинает трогаться Меня несет прям И я сигналю тоже Так вот водители, они знают такие ситуации Просто потому что сами водят машину И они все остановились Не начали И меня так И понесло Пронесло Тоже было такое Но вот именно машины все остановились Но водители реагируют Сейчас же зима И вот бывает такое Когда прошел ледяной дождь Ну просто каток Ты до машины дойти не можешь А если тебя застало где-то, да? А там я еще и с горки даже, да Было немножко И наклон такой с горки, да Я помню, что я на большой Тем более я к перекресткам Подъезжаю всегда аккуратно А тут именно наклон И меня несло А тогда, я не помню, сколько там Три-четыре года Может, не помню на какой машине А может и больше Короче, был вообще гололед Ответственность 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 всегда должна быть на человеке Не может быть ответственность на коллективном Это нонсенс И религия Играет свою плохую роль В данном случае Вынося Бога наружу Выносит соответственность Надо все вернуть человеку Человеку надо вернуть человека Это правильный вариант Продолжение следует...